В этом году Храм Рождества Христова празднует свой юбилей, 30 лет со дня основания. Самым главным подарком к юбилею Храма стала торжественная праздничная Божественная Литургия, которую возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий в сослужении духовенства Рождественского Храма с участием казаков, воспитанников детского дома, прихожан и гостей Храма. Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с праздником, поздравляю вас с юбилеем, поздравляю прихожан Храма, которые постоянно приходят сюда и считают этот Храм, как я уже сказал, родительским домом, домом своего отца. Я желаю вам сил, здоровья, терпения. А началось все когда-то в новом, только застраивающемся юбилейном микрорайоне с инициативой нескольких молодых семей, которые искали свой путь к Богу, читали и полюбили священное Писание, и выступили с инициативой построить Богу Храм. И вот был заложен первый камень в основании будущего Храма. Позже была отслужена Первая Божественная Литургия под открытым небом, затем конкурс среди архитекторов на лучший проект, строительство самого Храма, православной школы, детского дома. И, конечно, за всем этим активная и дружная приходская жизнь людей, объединенных верой в Бога и любовью к Нему. Все это с самого первого дня под пасторским руководством настоятеля рождественского храма протерей Александра Игнатова. В этом приходе милостью Божией под руководством настоятеля отца Александром, под руководством тех, кто здесь служит, тех, кто любит Бога и трудится, много сделано. Прекрасный храм. И внешне он благоустроен, и внутри он должным образом, я считаю, примерно для других наших православных храмов украшен. Да, за 30 лет сделано очень многое. История храма – это не только строительство стен, а это главным образом люди. Настоятель храма представил к поощрению сотрудников и прихожан, которые наиболее потрудились от самого начала, помогали в деле созидания прихода. И по завершению Божественной Литургии за усердные труды во благо храма были вручены архиерейские грамоты. Важно отметить труды людей не ради славы человеческой, а ради того, чтобы другие подражали их духовной жизни. Настоятелю храма митрополит Григорий вручил патриаршую награду. К событию празднования юбилея на территории детского дома был освящен памятник преподобному Сергию Радонежскому, 600-летие обретения мощей которого отмечается в этом году. И было принято решение наименовать детский дом при храме именем преподобного Сергия Радонежского. Теперь помимо русской православной школы, которые носят имя святого Серафима Саровского, и детский дом обрел покровительство святого земли русской. А так как Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву, то и бюст святого князя также установлен в числе памятников на Аллее Героев, среди которых святой праведный Федор Ушаков, Александр Суворов, Михаил Кутузов. В мероприятии принял участие почетный караул кубанского казачьего войска. Установка бюстов стала возможной при поддержке Русского географического общества и других благотворителей, которых в этот торжественный день поздравил митрополит Григорий и отметил их участие в этом добром деле архиерейскими грамотами. Рождественский храм мог бы сам рассказать историю того места, где он стоит, историю тех людей, что в нем молились, принимали крещение, венчались, и кого здесь провожали в последний путь. А впереди новые задачи. Эти 30 лет, Владыка, вы абсолютно правы, послужили для того, чтобы каждый из нас, укрепившись в вере, мог уже ей поделиться. Я думаю, что в этом тоже есть промысел Божий. Каждый, стоящий здесь, это те, которые когда-то услышали, когда-то прочитали, когда-то помолились, когда-то поисповедовались, когда-то перекрестились, преклонили колени пред Господом и уверовали в Него. Вот это и есть тот задел, на котором мы не останавливаемся. Впереди цели, которым всем приходом нам предстоит осуществить.